Приветствую вас и к вам. У меня будет несколько вопросов, которые помогут прояснить ситуацию, которые помогут вам, возможно, лучше понять себя. А поняв себя, вы сможете более ясно увидеть выход из своей ситуации. Первое, хочется сказать так. Решение о том, что вам делать, принимает только вам. Итак, мы не можем не подсказать вам уехать, мы не можем подсказать вам, наоборот, остаться, это было бы неправильно. Потому что это ваша жизнь, и вам ее решат. Вам решат, как жить. Вам решат, что делать. Но вот помочь лучше увидеть различные аспекты решения, мы вам вполне можем. Итак, первое. Почему вы познакомились с Павлем именно в интернете? То есть, видимо, на знакомство в интернете вас что-то натолкнуло. Видимо, на знакомство в интернете вам что-то намекнуло. И, скорее всего, вы пробовали познакомиться в реальной жизни, но у вас не получилось. Давайте попробуем более подробно раскрыть причины того, почему вы познакомились со своим мужчиной в интернете. Чем это было обусловлено? Момент это очень важный. Далее. Вы пишите, я переехал к нему и быстро решили зарегистрировать брак. Понимаю, что возможности, например, получше узнать его именно там, в стране, в его стране у вас не было. Понимаю, что, скорее всего, он вас сам подгонял, чтобы быстрее зарегистрировать брак, потому что иначе вам сложно было бы остаться в этой стране. Но вот почему вы переехали к нему быстро? Почему вы не узнали его получше? Почему он для начала не приехал, например, к вам, в вашу страну? Почему он для начала не проявил себя как-то? Это не очень понятно. Ведь в конце концов шаг, который вы предприняли, достаточно серьезный. Этот шаг связан с тем, что вы, по сути, сменили страну места в своем пребывании. Ради этого, мужчины, вы изменили все. Свой образ жизни, свое круг общения, своих друзей, может быть, даже работу и так далее, и так далее. И это очень серьезный шаг. Вопрос в том, насколько мужчина оценил ваш поступок. И здесь мне бы хотелось повторить еще раз свой вопрос. Почему вы переехали к нему? Почему вы не дали мужчине возможности проявить себя, завоевать вас? У меня не было ощущения, что мужчина именно вас завоевал. У меня было ощущение, что вы поднагомились и вы к нему приехали. Это мне и хорошо. Мужчина все-таки женщину свою завоевывал. Далее. Вы пишите, что прошло полгода, чувства ушли. Очевидно, что у вас была страсть. Именно у вас была страсть. И он начал вас разочаровывать. Печать вы, а я скучаю по родной стране. А почему именно вы скучаете? Что именно заставляет вас скучаться? Люди, образ жизни, общение, реализация. Попробуйте это выделить. Насколько для вас важно, то почему вы скучаете. Не является ли это следственным того, что вы не можете, боитесь, не хотите реализовывать то, что вам нужно в новой стране? Также мне бы хотелось, чтобы вы, знаете, сопоставили свои ожидания, ну, то, как вы представляли себе жизнь в другой стране с мужчиной. И то, что есть сейчас. Насколько это различается? Данное сопоставление, мне кажется, очень-очень важно сделать, для того, чтобы вы поняли, насколько то, что вы ожидали, является надуманным, а насколько реальным, чтобы вы могли реализовать что-то из того, чего вы хотели, самостоятельно здесь и сейчас. Дальше. Вы пишите, что мужчина вас разочаровывает. В чем конкретно мужчина вас разочаровывает? Уверены ли вы, что молодой человек, ну, это ваш молодой человек, не был таким и раньше, просто вы не замечали его из-за своих чувств? Если так, то тогда нет никаких оснований говорить, что он вас разочаровал, есть основания говорить о том, что у вас изменилось к нему отношение. Такое было. Но тогда, если у вас действительно изменилось к нему отношение, и если вас не устраивает его видение жизни, а оно не изменится в 30 лет, то, соответственно, либо вы... Вот когда и если вы осознаете, что именно у вас изменилось восприятие мужчины, именно вы по-другому стали смотреть на него, а не он стал другим, когда вы это поймете, у вас и откроется понимание, что делать. Второй любовью, вы его не полюбите. Простите, если за полгода вы не привыкли и не ассимилировались, то есть достаточно высокая вероятность того, что вы не сможете этого сделать. И дело здесь не в том, что не организовывает досуг, работа, реализация и так далее. Дело в том, что вам просто с мужчиной некомфортно. Далее. Вы пишите о том, что нужно уезжать и начинать все с начала. Что именно начинать с начала, не очень понятно. Будут трудности, какие трудности будут. И боюсь, что не найду нормального мужчину. Откуда у вас такая заниженная самооценка? Почему вы считаете, что вы не найдете нормального мужчину? Не знали ли это причина, которая понудила вас, принудила вас пойти знакомиться в интернете с молодым человеком? Если так, то в чем вы себя не уверены, с этим нужно поработать. То есть смотрите, неуверенность в себе – это не принятие своих недостатков. То есть вы не принимаете какие-то свои черты. Вы можете подумать, эти черты являются продолжением ваших положительных моментов? Являются ли эти черты оборотной стороной того, что делает вас уникальной, индивидуальной, особенной и так далее? Или нет? Если нет, то эти негативные моменты можно купировать путем построения соответствующих задач. То есть вам нужно путем корректирования своей деятельности и специфичного целеобразования достичь определенных результатов в тем, чтобы уверенность в себе повысить. Но это определенная работа. Вы на бане подумали, в чем именно вы не уверены, что вы можете, какие лучшие цели вам себе поставить и так далее. То есть все это нужно оговаривать достаточно попробуем. Потому что можно же себе и навредить. Но бояться, что вы не найдете мужчину нельзя. Далее. Мы предположим, что вы не найдете действительно мужчину. И что? Почему вы этого так боитесь? Чего вы боитесь? Тоже момент очень интересный. И важный. Я специально не буду говорить сейчас, чего вы боитесь. Вам нужно подумать об этом самостоятельно. Дабы вас не пугать и не сбивать с мыслей. Подумайте о том, чего вы боитесь. И почему. И попробуйте ответить на вопрос. С чем это связано? Страх вам, медведь, это не вы настоящие. Это страх. А страх это всегда мистическое представление. И его, этот страх, нужно вытащить. Его, этот страх нужно, как бы, сделать явным и понять. Что пока вы боитесь неизвестности, непонятно чего. Нужно выделить за страхом реальное негативное обстоятельство, скажем так. И скорректировать свое поведение так, чтобы это негативное обстоятельство на вас не повлияло. Именно так вам нужно поступить. Далее. По поводу того, что вы боитесь. По поводу того, что вы боитесь, значит, расстаться. По поводу того, что его, по поводу того, что вас не устраивает его отношение к жизни. Тоже очень интересный вопрос. А что именно вас не устраивает в его видении жизни? Может быть, вы просто не понимаете что-то. Вы пробовали строить ваши отношения с ним на другой основе. Более глубокой, более духовной, более, так бы, знаете, уважительной, взаимопонимающей. Вы пробовали строить с ними что-то общее. Пробовали ли вы понять его? В конце концов, вы можете сделать что? Вы можете... Вам же сейчас не очень плохо, кроме того, что вы скучаете. Это можете потерпеть. В конце концов, вы можете прожить сколько нужно для получения гражданства в той стране, где вы живете. Ага, потом вы разведетесь, получите половину имущества и уедете к себе. Или решите остаться. А силу площадь, например, будете сдавать или что-то еще. Второе гражданство вам не помешает. В общем, решать у вас. Но я рекомендую подумать пока над теми моментами, которые я вам уже сказал. Которые я вам описал. На этом, думаю, все. Если дополнительные вопросы появились, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...